Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук. Сегодня мы с вами обсудим ту тему, которую я предложила в опросе на моем YouTube-канале. Опрос был такой. Интересно ли вам узнать, почему мы домашних питомцев любим иногда больше, чем самых близких и родных людей. И люди проголосовали, да хотим. И сегодня мы это разберем. Неоднократно на психоаналитических сессиях я замечала по эмоциональной окраске, по тону, как люди с теплом говорят о кошках и собаках, с которыми они живут, но могут о близких людях говорить с ненавистью и жестокостью. Почему же мы их так любим? Несомненно, и кошки, и собаки, например, не испытывают к нам зависти. Кошка не может на нас завистью посмотреть, чего это ты ходишь на двух ногах, а я только на четырёх. На четырёх. Также у животных больше искренности в своём поведении. Если ничего-то не хотят, они не хотят. И они не притворяются, что они этого хотят. Животные, например, нам не лгут. И животные для нас гораздо более предсказуемы. Помимо этого, животные, они преданы нам, в отличие от людей. Когда я разговаривала с одной клиенткой о том, что у неё есть проблемы по отношению к привязанности к людям и задавая вопрос, к кому она испытывает самое большое количество чувств, она сказала к своей кошке. И она далеко не единственная. Кошки сопровождают людей во снах. Например, когда человеку снится сон, он снится, например, с кошками или собаками. Они являются одними из самых главных действующих персонажей. И у них происходит коммуникация с животными, а не с людьми. Когда я начала разбираться и задавать своим клиентам, что же такого у вас в отношениях с домашними питомцами, прозвучали следующие ответы. Во-первых, люди говорили, что они, безусловно, их принимают. То есть люди нас принимают почему-то. Мы должны им понравиться, произвести впечатление, как-то по-особенному себя вести. А собака нам, например, всегда рада, когда мы приходим домой. Точно так же кошка. И кошка, если не хочет идти на руки, она это делает не потому, что она вас отвергает, а потому, что она этого не хочет. Но если кто-то из близких не захочет, например, в нас обнимать или проявлять к нам нежность, то мы тут же начнем упрекать его в том, что это отвержение касается именно нас. По поводу животных у нас таких мыслей не появляется почему-то. И было бы неплохо понять, что люди, как и животные, могут по каким-то своим личным причинам не хотеть сейчас близости и контакта, а не потому, что они отвергают именно нас. Также и кошки, и собаки, они с абсолютно предсказуемым поведением. Они все время стандартные, стабильные, с редким отклонением. У человека же эмоции могут взлетать вверх до эйфории и любви и также вниз до ненависти. Животные гораздо более отходчивые и нам с ними гораздо проще общаться и обращаться. Они не вызывают у нас такого напряжения, что сейчас сказать, что сделать. Рядом с ними мы себя чувствуем абсолютно расслабленными. Вот эти вот проекции мама-папа, которые мы часто переносим на жены, мужей и так далее, и так далее, на животное очень сложно перенести. Хотя некоторые умудряются и это делать. Также нам надо понимать, что животное нам дают очень много значимости. То есть животное от нас полностью зависит. И это несомненно повышает нам самооценку. Помимо этого, животное, кроме того, что зависит от нас, она находится в полной нашей власти. То есть мы можем с ним сделать практически всё, что хотим. Мы обладатели животного. И это тоже повышает нам самооценку. Когда другое существо в полной нашей власти и без нас не может никуда пойти. Я неоднократно замечала, как люди гуляют с собаками и покрикивают на них, строят их, отчитывают их. То есть животное может стать тем объектом, куда мы можем контренировать излишек наших эмоций. И оно молчит, оно нам ничего не скажет. Собачка только гав-гав может сказать, а котик мяу-мяу. Они молчаливо могут принимать любое наше эмоциональное состояние и ничего нам не ответят. И поэтому животное иногда заводится для самоутверждения. Потому что в этой области, в общении с животным, я могу быть значимым, властным и могу показывать, какой я весь великолепный. Также животные, помимо тишины нашего самолюбия и давания нам значимости, очень сильно отличаются от нас. Одна моя клиентка рассказала мне очень интересную историю о том, как она увидела барашка в зоопарке и поразилась тому, насколько он от нее отличается. Есть аналогичный замечательный момент в романе Достоевского «Идиот», когда князь Мышкин находился в душевном заболевании и он услышал крик осла и в этот момент очнулся. И он начал наблюдать за ослом и после этого ослов очень сильно полюбил. Это очень тонкий момент, постараюсь его объяснить. Я в предыдущих своих видео говорил о том, что мы чаще всего общаемся сами с собой. И мы не понимаем, что другой человек отличается от нас и по интеллекту, и по возможности понять, и по ценностям. Но от людей мы требуем, чтобы они были нашей копией, чтобы они нас понимали без слов, чтобы они себя вели так, как надо нам. И когда другой человек ведет себя не так, как надо нам, мы воспринимаем как агрессию, нападение на себя. От животных мы это не требуем, и мы можем находиться с ними в их инаковости абсолютно бесконфликтно. То есть мы животному позволяем быть другим. И когда, например, родители заводят ребенку, котика или собачку, мало того, что ребенок учится заботиться о нем, если, конечно, родители не делают это за ребенка. И ребенок учится понимать, что есть другое существо, абсолютно отличное от него. И этого навыка нам очень не хватает в общении с другими людьми. Другие люди кардинально отличаются от нас. Поверьте, я общаюсь с клиентами на сессиях и понимаю, что они иные. Они все очень различные, и я тоже иная по отношению к ним. Мы очень сильно не похожи. Вроде бы все похоже, тело и так далее, и так далее. Но на самом деле каждая личность – это абсолютно индивидуальная конфигурация. И если мы сможем воспринимать других, не пытаясь их приравнять к себе, не пытаясь их обстругать под себя, то мы сможем увидеть эту красоту каждой личности, какая бы она ни была. И в этой разности, в возможности увидеть иное, отличное от себя, мы и можем что-то почерпнуть. Потому что мы чаще всего замкнуты внутри, в своем внутреннем пространстве. И мы общаемся не с миром, а с внутренним отражением на стенках своего пространства. И поэтому мы и не можем меняться. Потому что мы отсеиваем то, что не похоже на нас, то, что иное отличается от нас. И узнаем только ту информацию, которую мы уже заранее знаем. Неоднократно замечаю, как в постах, например, в комментариях, люди, сталкиваясь с иной точкой зрения, начинают уже обесценивать. Говорить – вы не правы. Вот правда такая. Но в словах любого человека есть какой-то процент истин. Абсолютно в словах любого человека. И для того, чтобы ее понять, надо как бы стать этим человеком. Смочь посмотреть на мир глазами другого. Для меня, например, как для психоаналитика, это очень важно. Когда приходит человек, если я не пойму его внутренний мир, не посмотрю на мир глазами его, и я не смогу ему помочь. Не будет контакта. И с животными мы всегда себя чувствуем царями природы. Мы чувствуем его выше и лучше. На животных мы как бы самоутверждаемся. И когда у человека самооценка понижена, у него или животное, он может ощутить вот эту собственную значимость. С людьми гораздо тяжелее, потому что люди могут ответить. Люди могут как-то непредсказуемо себя повести. И нам надо подстраиваться, нам надо меняться. Нам надо менять конфигурацию. Нам надо становиться более пластичными в общении. Жесткая структура любой психики, она не может провернуться и измениться. И чем человек более гибкий, тем он более адекватный. Множество конфликтных ситуаций говорит о том, что структура жесткая. И необходимо развивать в себе терпимость и принятие. Хочу подвести итог. Животные важны, нужны. С животными мы учимся общаться как с существом, очень сильно отличающимся от нас. И этот навык нам надо научиться переносить в общении с другими. Понимать тоже эту инаковость. Животные, они могут стать тем тестом, по которому вы можете понять, какой вы на самом деле. Это очень сложно признаваться себе в том, какой я истинный, какой я реальный. И именно сама рефлексия, все наблюдения за собой, может открыть вам про вас много тайн. Понаблюдайте, как вы говорите с животным, как вы его воспринимаетесь, как вы к нему относитесь. И можете на своем любимом питомце тренироваться, быть наравне с ним. Не выше, а наравне. Понимать, что такое быть вместе, быть рядом с другим, не пытаясь самоутвердиться, не пытаясь поднять свою самооценку за счет другого. И этот навык можно тогда перенести и в общение с людьми. Желаю вам близости эмоциональной и духовной, не только с вашими домашними питомцами, но и с вашими близкими. Попробуйте посмотреть на своих близких иными глазами. Попробуйте понять, что вы про них на самом деле ничего не знаете. И попробуйте взглянуть на них, понимая, что на ваших глазах сейчас фильтры, через которые вы не можете их рассмотреть. Попробуйте прислушаться к ним. И когда вы начнете прислушиваться, присматриваться, вы ощутите, насколько ваше восприятие замутнено. Если вы сможете научиться слушать... Вот я очень часто на консультациях семейных пар понимаю, что люди вообще не слушают друг друга, не слушают и не слышат. И вот если вы научитесь слушать внимательно, а не быть зацикленными только на том, что вы хотите, у вас состоится диалог. Бесконфликтный, конструктивный диалог, где вы найдете эти точки соприкосновения друг с другом. И тогда и появится душевное тепло, тогда и появится ощущение, что ты не один в этом мире. Если вам понравилось видео, нажимайте лайки, пишите свои комментарии. Всегда их с удовольствием читаю. И подписывайтесь на мой YouTube канал и нажимайте колокольчик. Желаю вам всего хорошего. До свидания.